Весь вечер продолжался сильный шторм, поэтому я вынуждена была спать с закрытыми окнами. Сто утра, еле приоткрыв окно, меня пронзил пронзительный крик котенка. Без дальнейших раздумий я вышла на улицу, чтобы найти источник звука. Мои поиски были недолгими, прямо напротив моего дома, рядом с заброшенным и недостроенным двухэтажным зданием, метался и неустанно кричал маленький испуганный котенок. Он был сухим, что указывало на то, что его только что бросили. Мой дом находится на одной из центральных улиц села, в довольно оживленном месте, и я подумала, что этого необычного персикового котенка скоро заберут себе. Но прошел час, затем два, а крик не утихал. Котенок не убегал, сел на поляне рядом с дорогой, а он все продолжал на помощь звать. Мой муж приехал на обед, но как только я начала говорить о котенке, он покачал головой, не начинай, пожалуйста, нам уже и так хватает. И он был прав, у нас дома уже было четыре взрослых кота, трое из которых были найдены на улице, а у нас также был метист таксы и один приютский пес, привязанный во дворе. Но мое сердце не могло оставаться равнодушным. Как только муж на работу уехал, я за ворота вышла и перестала слышать крик. Я надеялась, что кто-то уже забрал животное, но на всякий случай я продолжала искать. И тогда я увидела маленькую пушистую головку над окном разбитой двухэтажки. Я заговорила с ним, и он моментально забрался на подоконник. Трясясь от страха, он притянулся к моей руке и замурлыкал. Я взяла его, принесла немного фарша куриного и молока подогретого. Во дворе, под раскидистым кустом, где дождь не проникал, я поставила коробочку с тряпками мягкими. Я провела время с котенком, пока он ел, затем направилась к дому. Но малыш не хотел меня отпускать и побежал следом. Тут на помощь пришла моя дочь, наша заботливая кошачья няня. Они сразу нашли язык общий и уже третий час бегают по саду в погоне за бабочками. Котенок стал смелее, перестал трястись и с радостью позировал для фотографий. Я разместила объявления в местных группах и очень надеюсь, что этот красавец скоро найдет заботливую семью, которая полюбит его безусловно. Субтитры создавал DimaTorzok